Тигры, всем привет! Вы находитесь на канале лучшего атипикапера в Сиару Си, мать его, короля белоусов детям! Слушайте, девушки, какой у вас любимый фильм? У нас? Да. У нас так джази только девушки. Да, а у меня Титаник. Не хотите поехать со мной посмотреть? У меня дома там такой большой корабль. Привет. Слушай, я, конечно, не камень, но мне кажется, я отлично подойду к твоей рогатке. Если что, мы можем пострелять и без резинки. Это хорошо, хорошо, хорошо. Слушай, я смотрю на тебя и понимаю, ты как узбекский плов. Знаешь почему? Почему? Сразу видно, что ни один русский тебя еще нормально не жарил. Слушай, ты, конечно, меня извиняешь. Когда ты начнешь платить уже аренду? За что? Не буду, я сейчас. Ты уже целую неделю не выходишь с моей головы. Да. Привет. Слушай, я смотрю, ты так расстроена, как фортепиано. Но это все потому, что я еще не играл своими пальчиками. Неплохо. Неплохо, да? Привет. Привет. Слушай, а что ты такая расстроена, как фортепиано? Может, все и не... Наверное, просто я еще своими пальчиками не играл. Немного. Привет. Слушай, наверняка тебе в детстве мама говорила, что когда вырастешь, никто тебя попу целовать не будет, правильно? Вот мама. Ну нахер. А, мама, вы так говорили? Да. Вот видите, я же был прав. Сука, еле выкрутился. Привет. Привет. Слушай, смотря на тебя, так и не скажут, что у тебя хорошая дыхалка. Но я уверен, хороший час мы бы провели вместе. Здравствуйте. Здравствуйте. Дружка, знаете, что первое ужалит пчела, взлетевшая к вам под юбку? Что? Моя рука. Все не свободен. Привет. Слушай, ты слышала когда-нибудь об агенте 0019? Это ты? Да, меня девушки так постоянно называют. Знаешь почему? Смотри, ноль друзей, ноль денег и 19 сантиметров. Ой, я тебя поздравляю, чувак, вот. Я тебе, что я здесь буду. Вообще неинтересно. Если денег добавлять, тогда сработает. Вот ты не поверишь, я знаю очень много иностранных языков. Хочешь расскажу твое имя? Давай. На древнем языке кунилингуса. Ну нет, это такое себе. Вот какое твое имя? Ну ты же должен его угадать. Ну скажи, нет, я же не должен угадать, я сказал, скажи мне его. Ну как? Нет, не скажу. Не скажешь? Смотри, что у меня нравится. Ну еще страшно, я скажу на древнем кунилингусе. Привет. Привет. Слушай, я, конечно, не доктор и болит, но загляну, твои пушистые зайки, могу. Как ты думаешь, загляну? Я проверю, все как положено будет. Слушай, я, конечно, не доктор и болит, но загляну, твои пушистые зайки, могу. Привет. Привет. Слушай, извини, конечно, ты вегетарианка? Да. Получается, рыбку съесть, вариант отпадает. Тогда второй. Слушай, мне кажется, нужно скинуть полтора килограмма. Попробую, ты скинь. Им настолько висит твоя одежда. Ладно, давай пять, хорошего дня тебе. Привет. Здравствуйте. Слушай, я узнаю очень много иностранных языков. Хочешь, расскажу твое имя? Попробуй, Даша. Слушай, на древнем языке кунилингуса. Ля-ля-раша. Очень красиво. Я думаю, мой муж справится лучше. Это было сильно. Слушай, ты такая расстроенная, как фортепиано. Это все потому, что я еще не играл своими пальчиками. Привет. Слушай, ты как узбекский плов. Почему? По тебе видно сразу, что ни один русский тебя нормально не жарил. Зря. Поэтому могу я. Извините, Оля? Да. Скажите, пожалуйста, в какие дни у вас происходит Оля давание? Я вовремя хотя бы подошел? В самый раз. Пойдем тогда. А, подождите, Танец забыл. Ладно, все, не до этого. Привет, девчонки. Слушайте, я снес бы все аэропорты мира, чтобы вы приземлились мне на лицо. Нет, смешно. Слушай, ты как узбекский плов. Ахапку дров и плов готов. Смотрю на тебя и понимаю, что ни один русский тебя еще нормально не жарил. У тебя есть страховка на домашних животных? Нет. Просто в ближайшее время я собираюсь уничтожить твою киску в пух и пах. Вы это слышали? Привет. А что ты такая расстроенная, как фортепиано? Кольцо! Лови! Ты не поверь, что я знаю много иностранных языков. Скажи, какое твое имя? Маша. Маша? Хочешь, скажу Маша на древнем языке кунелингуса? Нет, спасибо. А я скажу. Спасибо, хорошего дня тебе. Привет. Привет. Ну знаешь, в мире 14 миллиардов ног. Раздвинуться я хочу именно твои. Ой, фу. Это какой-то позор. А что такое? Узнала уже? Узнала. Привет. Слушай, я, конечно, не египетский из фараон, но глядя на поезд раковак, я бы туда взлетел. Слушай, мне кажется, тебе нужно скинуть полтора килограмма. Ведь именно столько весит твоя одежда. Очень жаль, конечно, я пытался. Слушай, ты, конечно, не металлическая труба зимой, но прилипы к тебе языком. Привет, девчонки. Слушайте, наверняка моя мама в детстве говорила, что никто вас поцеловать не будет, когда вырастете, правильно? Да. Вы хотите поцеловать, да? Мы можем доказать ей обратное сегодня вечером. Ты хочешь сейчас? Ну, конечно. Скинем видео ей. Знаете, что первое ужалит пчелка, если залетит к вам под юбку? Боже, не хотела бы думать об этом. Мою руку. Привет. Слушай, ты как почтовая марка. С одной стороны, тебе хочется облизать, с другой стороны, погладить. Я оцениваю. Слушай, я, конечно, не доктор Айболит, но загляну в твои пушистые зайки, я могу. Что? Чего, блядь? Чего, блядь? Привет. Слушай, тебе не кажется, что тебе нужно скинуть полтора килограмма? Ну, это именно столько весит твоя одежда. Слушай, наверняка тебе с детства мама говорила, когда вырастешь, тебя никто в попу целовать не будет, правильно? Я думаю, сегодняшний вечер мы докажем обратное. Дюшка, извините, а чего вы так на меня смотрите? Мне здесь что-то грязное? А, это ваш взгляд, это ваш взгляд, я забыла. Привет. Я занята, алло. Алло, 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 алло. Геннадий Степанович, вы пропадаете. О, боже, я занята, алло. Привет. Да, привет. Знаешь, что первого жалит пчелка, если залезет тебе под юбку? Мою руку. Слушайте, девушка, вы мне очень понравились так. Да. А что вы делаете сегодня? Вагиннадцать. Вагиннадцать вечера? Нет, вагиннадцать. Ты что? Я, по-прочему, с вами стою. Конечно, никуда не хочу. Привет. Привет. Слушай, мне кажется, тебе стоит кинуть полтора килограмма. Да, тебе набрать килограмм двадцать. Да? Да. Ведь именно столько весит твоя одежда. Я любви в поле, да? Снял. Привет. Вы знакомы? Нет. Мне кажется, что у тебя кожа сухая? Вы придаёте крема? Нет, я просто, конечно, не крем, но увлажнить твою кожу могу. Привет. Здравствуй. Слушай, конечно, не докторой болит. Мне не надо. Залететь к твоей пушистой зайке, я могу. Слушай, ну всё, хватит. Так что, залечу? Уже не сошел. Привет. Привет. Какой твой любимый фильм? Дневник памяти пришел на луну. У меня Титаник. Хочешь, поехали вместе его посмотрим на меня. Там такой большой корабль. Не боитесь? Нет, конечно. Привет. Слушай, я смотрю на тебя, ты так расстроен, как фортепиано. А все это потому, что я еще не играл своими пальчиками. У меня сейчас как мозг будет. Привет. Слушай, мне кажется, тебе стоит скинуть полтора килограмма. Да? Да. Именно столько весит твоя вещь. Пока, стой. Ветят твои вещи. Что с ним? Егор Кринж третьей степени. Хорошего дня. Блин, девушка, слушайте, вы такие просто как почтовая марка. Я знаю вас. Да, да я тоже танец. Не, вы сначала дослушайте. Сначала дослушайте. Я сегодня слушаю. Послушайте сначала. Ну реально, вы как почтовая марка. С одной стороны нужно что идет? Полизать. А с другой стороны погладить. Танец. Огорький вкус твое, люби меня убил и теперь без сил. А ты... Привет. Привет. Слушай, давай попробуем австралийский поцелуй. Ты знаешь, как это? Нет. Это как французский, только снизу. Огорький вкус... Огорький вкус твое, люби меня убил и теперь без сил. А ты змея пусть... Огорький вкус твое, любви меня убил.